Здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа Политинформания радиостанция Народная волна Чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер сегодня мы беседуем с российской журналисткой радио и телеведущей автором собственно youtube-канала Хангой с Еленой Хангой Лена добрый вечер здравствуйте ален большое вам спасибо за возможность с вами побеседовать в это позднее для вас время мы вам очень благодарны потому что вы человек известный и интересны поэтому я думаю беседа нас будет очень и очень интересная спасибо единственная проблема я вас не вижу сейчас на наш радиоинженер попробует настроить а пока мы начнем беседу чтобы время не терять а потом мы появимся в эфире у меня у меня такой вопрос а вот когда мы берем интервью у многих популярных людей актеров журналистов музыкантов и спрашиваем о российской молодежи они говорят всегда что молодежь лучше нас они более свободны они много знают и так далее так далее ну будем так быть то что они более свободны и раскование меня это не удивляет а вот насчет знаний а то что касается истории искусства ну там литературы тут у меня большие сомнения может вы как-нибудь развеете это ну вообще я не люблю это как знаете средняя температура по больнице какая молодежь у нас разная есть молодежь одна молодежь которая интересуется всем она ходит в музее вот тут вот недавно праздновался новый год еврейский все собрались в новогоднюю ночь в музей современного искусства так извините я да михаил турецкий были единственные представители нашего с вами возраста остальная была половина мол молодежь и подоросли им там лет от 18 до 25 26 поэтому ну не честно говорить что вот молодежь она такая знаете есть молодежь которая живет в кругу садового кольца есть молодежь которая живет за пределами садового конца есть молодежь которая ездить по всему миру и говорить на нескольких языках а есть молодежь которая даже не получила паспорт для выезда за рубеж или единственное где была в турции на все включено так что давайте не будем обобщать а лена вот эдуард представил вас как журналистка но в основном сейчас вы ведете ютуб-канал можно сказать что вы ютубер ютубер но нельзя по-моему говорят блогер видеоплогер но можно наверное вот спасибо что вы спросили я как началась вот эта эпопея с локдауном долго думала чем себя занять но прикинула можно заняться спортом знаете вот эти все там растяжки отжиматься ну то есть польза какая-то будет на второй день поняла что нет не потяну только настроение себе буду портить а энергии то полно и вот дочка предложила мне начать и там инстаграм и youtube и вначале мы говорили по инстаграма то есть а потом это все развелось и теперь мы как взрослые практически как будь снимаем студии с освещением прямо очень мне это очень нравится да я я видел несколько ваших передач это очень интересно познавательно ну вот у меня вопрос такой большинство ваших гостей на ютубе хангост это все-таки женщины и такой вопрос вы считаете что мужчина это открытая книга а женщина еще не прочитанные страницы нет я просто приглашаю людей которых я знаю так получилось что большинство людей которых я знаю это женщины но не надо мне шить дискриминацию у меня был соскоридзе великолепный у меня был цыпкин писатель великолепный у меня был валуев депутат тоже по-своему великолепный у меня был соседов потрясающий у меня был васильев который все рассказывал про моду и я могу продолжить список люди разные у меня но женщин больше просто знаете то что называется на старых дорожак с кем я когда-то была в хороших отношениях так я и зову ален вот если сравнивать российское телевидение советской вот смотрите советский союз при всем при том что его можно критиковать за очень многие вещи да но там был абсолютно великий кинематограф великий балет театр то есть слово великим можно очень многому приобщить при этом я считаю что был великолепная тележурналистика ну например допустим а галина шергова нинель шахова евгений синицын александр бовин это те кто я вспоминаю сейчас очень быстро а и они делали великолепные программы а что сегодня происходит с российским телевидением почему нету вот этого все ушло в политику будем так говорить ну начнем с того что на мой взгляд золотое время телевидения нашего было 90-е годы при том что 90-е были как мы все помним очень как говорят тот говорит лихие кто-то говорит там по урагане или кто-то еще что-то жизнь было тяжело жить но что касается телевидения мне кажется это было расцвет ренессанс достаточно вспомнить передачи взгляд там невзоров 60 минут володя молчанов до и после полуночи ну то есть я могу передачи про эту тоже еще никто не отменял правда да ну и дальше по списку там я сама пожалуйста тебе но вот 90 начало двухтысячная просто сейчас все не вспомнил музыкальный ринг но на кучу всего было интересного чего сейчас и близко нету ну понятно почему что все ушло в политику ну и еще давайте не забывать все ушло в деньги ведь в те годы рейтинг был но он был не настолько значим потому что не было такой конкуренции между каналами а сейчас первый канал просто там бьется на ножах со вторым каналом за рекламу за то что к ним придет под первое лицо и там будет наверное какая-то пресс-конференция то есть это внутри видовые схватки они более жесткие даже чем схватка например между первым каналом тнт да казалось бы где тнт где первый канал но тем не менее тнт бьет первый канал по рейтингам и абсолютно по всему понимаете потому что они как зарядят там комеди шоу или там стс уральские пельмени и давай иди тягайся с ними дальше и сериалами и и все а в ответ тишина так что я думаю что вот сейчас проблема с тем что ну все ушло ну и к тому же еще и политику да мне незабываемая политика вот вот собственно и все вину тогда так все было можно тогда все пробовалось так как было все в первый раз мысли как по снегу который еще был не протоптан и все экспериментировали а тогда только-только стали слизывать западные форматы ну можно сказать слизывать можно сказать покупать я очень хорошо помню как тогда уже это было в начале двухтысячных я делаю передачу принцип домино очень успешно на тот момент и пошла а я жду этого жила в америке и мое любимое шоу было дядь джуди я выросла на этом шоу я просто залипала каждый день я смотрела мне нравилось как она говорит вы знаете это шоу найдет еще до сих пор но это шоу где судятся люди а ведет это все настоящие судья ее зовут джуди у него прекрасный английский язык аргументация логика вот просто я смотрела с упоением и когда я приехала в москву я говорю пошла главному продюсору и говорю давайте сделаем такой шоу россии ничего подобного еще нету вообще он почесал голову и говорит елена вы оторвались от российской действительности русский человек никогда не будет судиться это американцы постоянно судится им это интересно а у нас это шоу никогда не пройдет ну я сказал ну нет так нет буквально через два года не было ни одного канала на который бы не было свое шоу суд идет единственное что мы слезнули но мы знаете как фантик увидели сделали фантик а внутренности конфету не сделали смысл этого шоу был в том что люди но в америке чтобы разгрузить суды придумали вот этот вот шоу телевизионной и это по-настоящему приходят люди настоящие клиенты которые судятся и потом они не загружают судебные инстанции а у нас к сожалению сделали вот это вот все это шоу где артисты из провинциальных театров ходят с одного шоу на другого с одного канала на другой и в общем выглядит это с одной стороны похоже но это на мой взгляд совершенно не интересно как как фрики они там выглядят вот но тогда мы пробовали все это а сейчас уже вот как говорится все было извините я вот опять переживаю это вот вспоминаем тогда только парфенов запустил шоу старой песни о главном фантастический формат ну просто я с удовольствием смотрю то что было сделано 20 лет назад и что мы видим мы включаем сегодня голубой огонек и там варианты старой песни о главном перепевают а мы все поем все поем все поем и переодеваемся и танцоры и ты видишь уже на на потанцовках одни и те же и стиль но очень все то же самое то что он когда-то 20 лет назад придумал вот тогда это было а а сейчас это ну вот опять я хочу просто уточнить мы сейчас говорили про музыкальный ринг и до и после полуночи можно вспомнить взгляд то есть эта программа конца 80-х годов на излете советского союза а я хотел бы еще спросить по поводу журналистов личностей потому что если мы говорим про музыкальный ринг это супруги максимовы там допустим взгляд это любимов александр любимого закара плести дамы стекла куся да и да давайте не забывать о володе молчанове если мы берем двухтысячные годы это света сорокина хорошо если мы говорим уже попозже передачи а сама это маша арбатова и юлия меньшова ну а малахов это уже наше все он проходит красные линии через всю нашу жизнь так же как и мыслейков красный жизнь линии проходит через всю нашу жизнь но давайте не забывать о прекрасном формате школы злословия это толстая и смирнов это вот жандарёв и вот я забыла вторую фамилию они про кино берман делали но я уж молчу там про куклы там шандеровича но куча всего было но вот на каждом канале конечно самое интересное был на нтв кто бы спорил но но если серьезно говорить на каждом канале были свои вот да вот я поэтому вы что тогда были журналисты личности то есть олицетворение журналисты и программы было полное даже вот если взять вас и программу значит про это то есть нельзя как бы вас разделить этой программы почему сейчас в россии ну может быть только малахов можно кого-то еще вспомнить 12 нет вот таких личностей которые бы взорвали экран телевидение когда мы взорвали потому что мы пришли на но у нас свежее поле за по которому только прошел снег или на берег песчаный берег по которому никто не хотел а сейчас уже так много хожно-перехожно уже все попробовали и единственное что это пробуется ну варианты старые песни получается главным ну а что ну формат понятен но на каждом канале ну вот вот единственное что я думаю началось это в конце двухтысячных это вариант днк когда на каждом канале выясняет кто от кого ребенок то чей отец это это ну один раз я понимаю два раза но это вообще на каждом канале теперь выясняется кто чей отец вот это новое а все остальное это же перепевы того что было ну а что вот малаху как был так и есть малахов там ну кто но этот жанр он понятен сейчас корчевников то же самое делает ну до этого там делал ну в общем новых форматов нету вот лена а давайте поговорим о таком прекрасном человеке как леонид парфенов человек который собой мне кажется загораживает вообще экран российского телевидения согласно с каждым словом за его без него нету да нету и сегодня он такой же ютубер очень блогер блогер да ну можно по-разному и мне кажется он тоже один из лучших в этом в этом стиле а скажите о нем просто как о человеке как о профессионале какие-то главные главное то что я ему конечно бесконечно благодарна за то что он когда-то взял меня за ухо из моей нью-йоркской квартиры и привел в московскую квартиру и дал возможность делать передачу про это он очень многому меня научил и и вот низкий ему поклон а все остальное мы вы сами видите он бесконечно талантливый все что он не делает у него из всего получается золото вот абсолютно из всего он блестяще выступает он спикер лектор замечательный а какой он рассказчик за столом это вообще не передать остроумный легкий ну непринужденный и он главное генерирует постоянно генерирует какие-то идеи вот за ним просто нужно его делать генеральным продюсом как когда-то он был прав не долгое время и просто не давать ему работать а просто чтобы он сидел как будто и выдавал вот эти идеи а люди бы за ним записывали и бежали бы это все делали ален у меня вот такой вопрос мы договорились братом с гены да что мы не будем задать вопросов по политике потому что ну ее слишком много в нашей жизни и это будем так говорить переслащенный уже продукт но вопрос и есть все таки интересны женщины в политике вот для меня кумиром является маргарет тэтчер во всех отношениях и как политики как женщина безумно красивая ангела меркель на ваш взгляд что отличает и сейчас кстати такой тренд много женщин пошло в политику и например в америке ники хейли на мой взгляд одна из самых интересных политиков а сегодня а что отличает женщину политика от мужчины что у нее есть товар о я такое что нету в мужчине чем она может она привлекает но не знаю если говорить о ты черта у нее было абсолютно все то же самое что было у мужчин вот просто абсолютно все то же самое единственное что она еще рожать могла то есть это дополнение бонус был а так я не знаю это женщина как ее называли железная леди и это правда но чем она отличалась от мужчин ничем а лена прочитав в википедии вашу биографию я был честно говоря удивлен узнав что ваша мама профессор чикагского университета да 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 под тени нет ни того чикагского которому сейчас говорите есть а про американский университет чикаго он тоже назвать чикагский университет не имеет значения чикагский университет давайте упростим но при этом меня еще больше удивило чем дальше я шел по информации то что она была близкой подругой светланы аллилуевой светланы сталиной да можно и так и так и именно ваша мама уговорила светлану аллилуеву иммигрировать из нет она и я не уговорила она и рассказала как это можно сделать я иду по википедии ну вот там так написано спасибо что вы уточняете мама вам рассказывала вообще об этой женщине которая кстати ушла из жизни недалеко от нас в висканси городе эдисон штат вискансин и забытая всеми при том что она была она была принцесса как вы может быть мама вам рассказывала о ней какие-то ее качества как она человек может быть вы знаете ну да конечно рассказывала хотя мама не очень любила об этом говорите вообще она об этом заговорила по-моему это был когда 84 что ли год когда аллилуева приехала в москву она хотела переехать с дочкой олечкой жить в москву не помню 84 какой-то год или какой-то еще но не важно я хорошо помню тот день я утром где-то часов 6 в 7 утра нам позвонили в дверь я открыл там стояла женщина в возрасте и спросила али дома ну я очень удивилась и сказал да но мама спит и вы там зайдите как-нибудь другое время она сказала нет довольно так уверенно пойди и скажи ей разбуди скажи что светлана приехала к ней ну я пошла разбудила маму и говорю там какая-то странная женщина приехала говорит что светлана мама тут же поднялась сказала одевайся одевайся и уходи на работу какая работа там 7 утра уходи на работу все ну я как-то в недоумении ушла на работу эта женщина вошла я звонила мам не дать мне брала долго трубку и вечером когда я приехала мама сказала это была светлана аллилуева ты ее помощь я сказал конечно нет она год ну вот а когда-то была маленькая мы ездили к ней на дачу на дачу сталина она нас приглашала но я конечно не помнила я была совсем маленькая вот тогда светлана приехала она хотела переселиться или она допускала мысль что она переселится но это было невозможно потому что в москве очень многие ее ненавидели по понятным причинам и было сложно она поехала в грузию а там ее очень многие обожали и также многие ненавидели а она просто хотел спокойной жизни я не хотел что-то там присмыкались чтобы заглядывали глаза что и все время напоминали кто она и что она и она хотела счастливой жизни для своей дочки нормальной жизни для своей дочки чтобы за ней не стояла тень деда с таким тяжелым наследием ну и вот так вот не получилось она хотел чтобы моя мама как-то благотворно повлияла на ее дочку и как-то смогла ее интегрировать знаете вот вы сказали что светлана была в этом ну закончила жизнь недалеко от чигага туда последний журналист который с ней разговаривал была лана паршина это российская журналистка отправилась к ней дела интервью и удивительно а когда она спросила хочет ли светлана приехать в москву светлана сказала никогда ни за что и у нее очень плохие воспоминания единственное что она хотела бы повидать лену дочку своей подруги ли голден и лана так удивился она как как это вот которая телеведущая она гать но я не знаю кто она там телеведущей или нет но я точно знаю что вот моя подруга ли голден у нее была маленькая дочь которая вот я с детства там знала и вот так вот я была очень приятно удивлена что вот светлана помнит наш семью лен мы сейчас уйдем на короткую рекламную паузу через пару минут вернемся и продолжим нашу интересную беседу не отключайтесь спасибо мы возвращаемся в программу политинформания радиостанции народная волна чикаго ведущий эдуард брумер и геннадий брумер и продолжаем беседу с российской журналисткой телерадио ведущей автором youtube канала ханга с еленой хангой лена вы с нами лен вы знаете вот пока шел рекламный блок нам позвонила много наших радио слушателей и они так заинтересованы попросили узнать больше о вашем канале где его можно посмотреть какие интервью из тех которых выбрали самые самые интересные могли рекомендовать и как вообще ваш канал будет развиваться ну самое интересное кому что нравится могу сказать самый скандальный это был конечно же очень провокационный сергей соседов это музыкальный критик который рассказал все что думает про нашу музыкальную индустрию это соскарица который тоже разлетелся на цитаты который сказал все что думает о нашей культуре и это гулькина она у меня была там две недели назад она рассказала все что думает о том как у нас ну в общем даже не хочу вспоминать такой скандал потом был на такой про пугачёва сказала потом прямо вот любители пугачёва звонили писали скандали даже пугачёва потом включилась в этот конфликт с гулькиной кто еще ну вчера была безумно интересная психолог дмитриева она но так доходчиво говорила как воспитывать детей как выстраивать отношения с мужем а сексе одно о чем угодно ну вы слушайте дина рубина была ну даже не надо рассказывать насколько мудрая глубокая дина рубина донцова была совершенно по-новому и и многие увидели критиковали даже многие в комментариях так что ну вот цыпкин модный писатель у нас сейчас вся вот молодежь зачитывается цыпкином но великая толстая чего татьяна толстая была одна из первых у меня тоже очень интересный и взгляд на америку она же хорошо знает америку она преподавала в университетах в разных америках америку она по моему не любит но тем не менее она блестяще выступает всегда ну я могу этот список продолжать но слушайте лапковский психолог которого все обожают а если у вас маленькие дети вы просто обязаны посмотреть доктор комаровский из украины у меня был тоже очень хорошо так что пожалуйста меня найти можно на youtube канале хан гость или зайдите на мой инстаграм это лена ханга лена не е не ели она а лена ханга лена ханга и оттуда у меня ссылка перебрасывает на youtube тоже можете посмотреть и многие интервью я же делаю это в инстаграме а потом мы монтируем и выкладываем youtube лена хотел бы еще добавить к вашему списку а прекрасного александра васильева который тоже был гостем нашей передачи это конечно планета планета моды и стиля и всем тоже рекомендую посмотреть это интервью она очень интересно ален такой вопрос следующие а вы член общественного совета российского еврейского конгресса нет нет это ошибка никогда не было а ну тогда тогда снимая с ним а снимаем этот вопрос а тогда вот о чем хотел спросить вы были подающие надежды теннисистка и вашим тренером была анна владимировна дмитриева человек абсолютно известный знаменитый когда минета да и теле телеведущая она была расскажите пожалуйста о ней и надо дать сказать нашим радиослушателям что это сестра владимира молчанова да конечно такая такая вот семья очень высокая очень интеллектуальная можно несколько слов и и кстати почему вы ваша спортивная карьера не очень сложилось это культурно выражаюсь ну смотрите во первых потому что я была ленива до безобразия во вторых ну я думаю на этом можно закончить а бана владимировне знаете у не хватит и там 10 ваших программ чтобы они рассказать это великая женщина которая была 17-кратная чемпионка советского союза по теннису или там 19 она была первая которая вывела наш теннис на международную арену она блестящий журналист блестящий которая пробила своим лбом теннис на нашем телевидении а теннис считался в советское время элитарным буржуазным видом спорта и она его фактически просто вот есть бы не она мы долго еще не увидели никакие соревнования она можно сказать было одни она была продюсером нтв плюс и долгие годы мы видели олимпийские игры и мы видели многие виды спорта ее глазами но я не знаю что еще говорить она сводная сестра володи молчанова которую мы конечно очень любим а молчанов как вы знаете их папа был директором большого театра мама у нее актриса была очень интересная семья но я не знаю что еще про нее сказать человек через которого я назвала свою дочку у меня дочка елизавета анна вот вторая часть анна в честь анна владимировна дмитриева чек с которым она меня в 9 лет подобрала но тоже так смешно было был турнир в москве и мама с моя очень любила теннис она пошла на турнир а я там носилась там с детьми там на перегонки и он один меня увидела и спросил это чей ребенок приведите мне родителей и сказала маме что не кажется что я очень способна я должна заниматься тенис 9 лет мы познакомились а сейчас до сих пор мы видимся я прихожу на все торжества все и себя чувствую членом семьи потому что все самые главные события в моей жизни произошли под ее чутким руководством когда там за мной стал ухаживать мой муж первое куда я его потащил на смотри на был бы к ней а когда я родила первый человек который узнал что я родила была она и передача про это и вообще мое появление на телевидении тоже было благодаря они владимировны олен если бы вам предоставилась возможность как режиссеру снять документальное кино о чем бы было бы это кино какие темы вас интересуют и может быть какие-то личности в истории вам очень и очень интересны это числа на вопрос потому что ну вы дома современник как говорите вы говорите но 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 это очень такой вопрос все равно что спросить что вы любите читать а что вы любите читатели но 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 разное но я очень люблю такие вопросы я другое скажу вот сейчас очень модный жанр интервью и ну вот у нас там таня устинова это делает там дело юлия меньшова делает торчевников когда приходят люди и рассказывают свою биографию вот была вот родилась пошла в школу там то 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 а ну поскольку к сожалению випов у нас не так много этот круг быстро заканчивается тем более если это ежедневная передача вот мне если честно гораздо интереснее не биографии этого человека которую мы и так и так уже знаем а вот ситуации как бы человек себя повел в разных ситуациях и ты понимаешь он конечно может быть великий писатель но как человек он ничего хорошего и вот в этом смысле мне было бы интересно делать документальные фильмы но не о том как человек развивался где он учился и сколько он сейчас зарабатывает а как бы он себя вел в экстремальных каких-то ситуаций это гораздо больше раскрывает мне кажется человека чем его рассказ своей биографии ну а я я вот кстати об этом и спрашивал именно раскрывать человека как интинг будем так говорить интересного или запутанную его историю а кто из будем такой из истории кого бы вы взяли к примеру я не имею ввиду только политиков я имею вид допустим дмитрий шостакович понимаете там ли примеру взять но я не знаю эльдар рязанов вот для вас есть какие-то люди которые вам интересны их судьба чтобы снять такую но очень много но я сейчас не скажу вам даже даже не буду пытаться ну 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 каждый человек интересен вот просто каждый человек потому что когда ты ставишь его в какой-то стрессовой ситуации то ты вдруг выясняешь что вот я вот например была совершенно потрясена когда узнала личной жизни прокофьева потому что я выросла на пете и волки меня мама купила когда-то абонемент в консерваторию и я ходила все время туда а начинал все время с прокофьева там пить и волк я это ведь вот наизусть знаю пропою вам из-за скрипку из-за габона и за за все там и за плите и за волка и за бабушку и таким петитом относился а потом когда прочитал его биография была совершенно шокирована его личной жизни как он отнесся к своей жене и все и я поняла что вот для меня тема интересная насколько талант не имеет никакого отношения к человеческим качествам и вот это мне было бы интересно как там например достоевский как на котором мы там дает наше все и которого американцы знают больше там чем пушкина идите и больше чем толстого даже возможно но но при этом человеческие качества там были очень спорные ну и там опять же в зубах наела коко шанель мы обожаем это маленькое черное платье но никто не думает о том что на самом деле она там сильно сотрудничала там с нацистами у нее даже потом были большие неприятности или там фон караян которого я обожала но при этом у него были тоже симпатии прямо скажем такие спорные и так далее так что каждый человек даже которым мы восхищаемся и бесспорно преклоняемся перед его талантом но вот как личность и вообще мне интересно а должен ли быть талантливый человек обязан ли он иметь там гражданскую позицию и вообще обязан ли он быть личностью может быть просто бог диктует сверху что-то и так получилось что вот это вот там это вот этот человек но но так получилось он ткнул пальцем и стал хорошо вот я через тебя буду вот эту великую музыку например ты только записывай но от не значит что это человек вообще хороший порядочный умный или глубокий как выясняется талант не иметь никакого отношения или там не всегда имеет отношения лично качества лена а в продолжении разговора о людях а кто из коллег вас по-хорошему удивил может быть вы думали о нем не очень хорошо или о нем ушел какой-то слух а он вас приятно удивил и это было совсем по-другому или наоборот вы были кем-то очарованы а реальность оказалось не совсем не совсем хороший вы имеете ввиду когда вообще в жизни да да в жизни коллеги или может быть какие-то знакомые смотрите меня исправила я плохо не говорю о коллегах но кто-то хорошо были кто-то вот кто вас по-хорошему удивил вы были вот ну как бы своей разносторонностью знаний то есть сначала я буду говорить не о коллегах хорошо пошла меня знаете поразили рэперы и стендаперы это новые слова в моей жизни хотя они на нашем хотел сказать телевидении нет на телевидении их нету на наших в интернете они живут уже там десятки десяток лет как минимум и ну это интернет это какая-то страна зазеркалью который вот мое поколение она даже не пересекается и мы не подозреваем о том что эти люди есть а моя дочка приобщила в меня на скал мама надо быть как-то посовременнее и я с большим удовольствием смотрела бабатлы вот теперь я смотрела каких-то этого этого арго как же его зовут до гнойного и я была потрясена их образованием причем у них идут отсылы там к шекспиру да там я не знаю как какой-то классики это говорит о том что это глубокие ребята и вообще парфенов читает что наш рэп самый интеллектуальный рэп в мире и после того как я послушал этот батл я согласилась а вот недавно я просто подсела на наших стендапер классные ребята вот просто классные и они пошли конечно они там выросли наверное из квн потому что наш квн совсем уже другой не такой который был там 60 и там 70 и там даже 80 годы но вот это вот новое поколение они фантастические они умные они все понимают они остроумные энергичные ну вот некоторых я смотрю и думаю ну просто это робин уильямс который так любила смотреть но вот они вот до тянут тянут лена если не сегодняшнее время и если не не россия то в каком бы времени вы себя чувствовали комфортно и может быть в какой-то другой стране задумывались когда но не в стране я задумалась я очень даже знаю в нью-йорке что-то думать я как-то говорит айма нью-йорка ну понятно почему потому что я там прожила больше 10 лет и потому что там была моя молодость там мои друзья там я играла в квн там у нас было комедийное шоу канатье там я поступила учиться в нью-йорк университет там у меня книжка была опубликована и я много выступала там у меня много друзей и американцев и не американцев там у меня была любовь там у меня все было а в каком историческом периоде хотели бы жить если не сегодняшнего времени ну смотрите конечно самое интересное на мой взгляд время в америке было 60-е годы это были очень тяжелые годы это время клинтона это марш как вы знаете миллионы на вашингтон это гражданские права это мода моя любимая 60-е 50-е годы мне кажется это самые женственные годы вот если говорить о моде мужчины были гораздо более мужественные выглядели и женщины более женственно выглядели это ну вот но все что происходило там и в кино и в музыке и но в политике в первую очередь вот на мой взгляд это были самые интересные годы но слушайте времена оттепели в россии тоже были очень интересные времена не выбирают в них живут и умирают правильно да но мы не торопимся это правильно лен а вот если взять россию да и обозначить одним словом что я имею ввиду вот допустим эти мы берем германию мы всегда говорим порядок если мы берем сша мы говорим бизнес если берем японию технологии но это все условно конечно если берем францию италию то это искусство красивые женщины мода стиль да а вот россию каким бы словом бы вы обозначили если такое слово я думаю что есть одно слово которое не переводится ни на один язык мире это интеллигенция да это единственное а лена у меня есть небольшой куриц опрос я не хочу сказать что вся россия интеллигенция я просто хочу сказать что так же как снова спутник россия дала слова интеллигенция лена у меня есть небольшой такой опросник буквально на минуту ответите там вы выбор либо это либо смотря какие вопросы давайте попробуем ну давайте глен миллер или исаак дунаевский не честно я обожала глена миллера просто обожала и фильм смотрела и все ну а на фильмах дунаевского мы выросли это спинным мозгом чувствуем то есть уравниваем да но глен миллер гель глен бель а илья репин или сальвадор дали репин конечно для меня да и братья вайнеры или братья стругацкие наверно стругацкий вам нравится фантазии нет 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 но это опять же не честный вопрос ну не честно здесь здесь главное собрать или сестры зайца вы еще скажите лена я когда выбирал а вот опросник да я взял я думал даже братья хорошо поставить но мне показалось братья бронте вот допустим сестры бронте или братья не нет 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 вот отказываюсь лен такой вопрос я очень много лет интересуюсь одной личностью михаилом сергеевичем горбачевым вот на ваш взгляд потому что о нем абсолютно полярное мнение абсолютно на ваш взгляд значение михаила сергеевича горбачева для из в истории будем так говорить ссср и россии как бы вы определили но это огромное огромное он сделал вклад огромный шаг вперед вот то что перестройка гласности то что мы стали выезжать с вами с вами мы смогли поехать и жить там где мы хотим я помню когда только он пришел и у нас началась эта гласность это был такой восторг это был такой вот вдруг как будто бы у тебя чакры открылись это было все тяжело и видно было как его это все ломало и тем не менее это все начиналось да другое дело что потом это пошло пошло но мне кажется вот его времена для журналистики ну и там для политики для международной политики но я-то ближе к журналистике я тогда работал в газете московские новости которая называлась флагманом перестройки я просто фактически у нас на глазах мы видели как наша газета там по капле выжимая из себя рама из этой занюханной мозг унюс который читали только иностранцы под дулом пистолета превратилась в газету благодаря и в частности тому что горбачев это позволяло и он по моему даже дружил сигару владимир яковлевым ну он ну просто мне не оценим это огромная фигура даса неоднозначная со своими ошибками никто не спорит и тем не менее это огромный шаг вперед на мой взгляд лена мы уже упоминали такого человека прекрасного как александр васильев это такая глыба сами знаем на своем опыте такой вопрос как одевается елена ханга модно или удобно удобно что или может быть александр васильев давал какие-то вам интересные какие цвета у вас приоритете да вот в знаете мне очень легко с одеждой я обожаю стиль нью лук это нью-йорк это шестидесятые пятидесятые годы у меня почти все вещи одинаковые еще и потому что я свое время покупала прям штучно у меня есть любимые магазины винтажные магазины в нью-йорке и в лос-анджелесе где я собирала свою коллекцию и сейчас я стараюсь носить вот те вещи которые когда-то покупала потому что для меня это означает что я не поправилась если я начну покупать новые вещи я буду покупать их на два размера больше а так как я себе сказала нет будешь ходить в том и вот это как-то меня контролирует так что я люблю вот те женственные вот этот вот такой силуэт брюки дудочки вот семидесятые мне уже не нравились вот это вот ключ пошла широкие плечи а вот вот то женственное старое мне нравится а какие цвета у вас приоритете я люблю пульную розу я люблю желтых знаете я жила в советском союзе и поэтому всю жизнь носила серое и не марка и чтобы в метро можно было войти и чтобы можно было в автобус затолкаться и только с возрастом я поняла что мне на самом деле идут яркие цвета и теперь я ношу и такие ядреные желтые и фиолетовые и вот опять же пыльную розу и салатовый и пастельные все цвета я себе позволяю есть не сейчас то когда лен а многие я сейчас сделаю открытие для многих наших журналист журналистов наших слушателей радиослушателей и скажу что вы снимались в кино у вас есть такой опыт актерские например фильм с такой советский фильм был человек невидимка что вам дал опыт работы в кино как актриса было ли вам интересно и может быть можно будет вас увидеть в будущих кинопроектах российских режиссеров знаете если бы был создан профсоюз актеров массовок которых вырезали то я бы возглавила это профсоюзное движение то есть как говорил очень смешно ширвин где я только не снимался и у этого не снимался и у этого не снимался я снималась во многих фильмах но меня из большинства фильмов порезали но это не имело никакого значения я обожала сниматься потому что этот необыкновенный мир где ты приходишь и там за артисты собираются рассказывать какие-то байки ну там путешествую я со съемками даже выезжала куда-то там сочи какие-то там шахерезада я снималась там узбекистан мы ездили куда мы только не ездили я даже снималась фильме о это так смешно фильме вот так же этот фильм там мета снял экипаж я там снимал стюардесса меня вырезали я стюардесса была но в масс-фильме сохранились списки кто играл я в этих списках и люди мне все время как какой-то там юбилей у меты мне звонят и спрашивают расскажите как вы снимались я уже разваливаюсь как бывало и говорю ну что вам рассказать а на самом деле там массовки где-то была там где-то в самолете там было три дня съемок и никто не помнит но это было забавно я там снималась там себя даже играла в как сериале в каком-то каком-то детективе меня пригласили сняться и сказали что я должна выходить как будто бы из останкина и там буквально два там два слова мне говорит главный герой и вот я приехал в останкина я накрасилась вот мой триумф наконец-то я не массовка я играю себя начинается съемка и мимо бежит володя соловьев подбегает не о а что это вы сделаете снимаетесь хватает меня под руку и идет и все и он украл у меня минуту славы потому что все теперь говорят о вон соловьев пошел а я уже вот так не но если серьезно я как никогда это не принимал я никакая не актриса ни разу и просто приятно познакомиться с интересными людьми на съемочной площадке лена у нас заканчивается эфир сожалению последний вопрос самый короткий самый короткий что говорит елена ханга утром после слов доброе утро ничего себе это смотря как у меня вечер прошел приходится большое вам спасибо за это интервью большое вам спа берегите себя хорошего здоровья бодрости и оптимизма до следующего раза надеемся спасибо спасибо до сдачи